Когда руководство фирмы предложило мне эту тему, я был несколько раздосадован по той простой причине, что так или иначе мы этой темы уже не один раз касались. Я никак не мог понять, чего же слушатели семинара не понимают. И вот дальше всё развивалось по принципу того старого анекдота про лектора, который говорил, что он рассказывал, рассказывал на лекции, сам всё понял, а студенты не понимают. Только у меня был как раз наоборот. Когда я начал готовиться к этому семинару, я считал, что я понимаю всё. Но через пару часов я начал маленько сомневаться. Через пару дней я понимал, что я уже не понимаю, как выбирать плавки и вставки. А когда я обратился к представителям продажников, которые торгуют УЗИПами, и стал спрашивать у них, я выяснил, что они тоже ничего не понимают. И вот как нам теперь разбираться вместе с вами? Ну, давайте расхлёбывать эту кашу. Семинар-то ведь назначен. Давайте попробуем сделать так, чтобы у нас с вами всё-таки что-то получилось. С чего я хочу начать? Я хочу начать с того, о чём мы уже говорили. Что наводки на низковольтные цепи, обусловленные электромагнитным полем молнии, могут быть очень существенно снижены за счёт внешней традиционной молниезащиты. За счёт правильного выбора молниеприёмников, за счёт правильного выбора токоотводов, увеличения их числа, за счёт разумной трассировки подземных коммуникаций, за счёт экранирования. И УЗИП – это, в общем, то средство, которое является очень сильнодействующим лекарством и которое надо применять в электрических цепях только тогда, когда другие средства оказываются либо недееспособными, либо они не могут быть применены из-за высокой стоимости или из-за какой-то особенности расположения объекта. Ну, например, места там нет. Вот в этом случае надо применять УЗИП. Вот об этом я твердил всё время. Твердил против предложений тех, кто продаёт УЗИПы, потому что те, кто продаёт УЗИПы, говорят как раз обратно. Они говорят, да не думайте ни о чём. Вот вам набор УЗИПов, поставьте им. А не хотите, вообще купите шкаф, в котором эти УЗИПы уже смонтированы. Подцепите к ним те цепи, которые вы защищаете, и не думайте ни о чём. Так вот, на мой взгляд, думать надо. И думать надо очень серьёзно, вот по какой причине. Я встречался с проектами, где число УЗИПов, которые защищают коммуникации объекта, исчисляется даже не сотнями, а тысячами. И вот в этой ситуации, когда вы вводите в электрическую цепь достаточно сложное электронное устройство, которое имеет вполне конечную надёжность, то вы надёжность своего защищаемого объекта привязываете к надёжности этих самых УЗИПов. И, естественно, если у вас их число очень большое, то надёжность функционирования объекта в грозовой обстановке будет определяться не вашим объектом, а надёжностью тех УЗИПов, которые вы в него запихали. Вот допускать этого ни в коем случае нельзя. И именно по этой причине нужно уменьшать количество УЗИПов, сваливая защитное действие на традиционную внешнюю молниезащиту. Теперь первый вопрос, который у меня возник, когда я готовился к этому семинару, был вот какой. Есть четыре уровня молниезащиты. Если ориентироваться даже на третий уровень далеко не самый надёжный, где надёжность защиты – это 0,9 всего, те нормативные документы, которые сегодня существуют в природе, и наши документы, и документы зарубежные, ну, например, стандарт МАК-62-305, они говорят о том, что ориентироваться на ток молнии амплитудой 100 кВА. Так вот, что такое амплитуда тока 100 кВА? Вот на этом слайде справа коревое распределение токов молнии. И ток 100 кВА отвечает надёжность, вернее, вероятность его превышения на уровне всего 5%. А что это значит? А это значит вот что. Что если у вас, например, идёт к вашему объекту воздушная линия 220-380 вольт, если эта линия подвешена традиционно, ну, на проводах, на столбе на уровне примерно 5 метров от уровня земли, а радиус стягивания молнии равен 3 высотам справа и 3 высотам слева, значит, молнии будут собираться с коридора в 6 высот, то получится, что при традиционной длине линии, ну, от вашего объекта подстанции метров 200, у вас будет примерно, примерно 2 сотых удара молнии в год при средней интенсивности грозовой деятельности. А это значит, что у вас удар молнии и стоки лампер пройдёт примерно один раз в тысячу с хвостиком лет. Вот вопрос заключается вот в чём. А стоит ли вообще ориентироваться при выборе УЗИПов вот на такие требования? Ведь получается, какая штука-то? Получается, что у меня этот УЗИП, если он, ну, откажет, я уж не говорю сработает, я говорю откажет, никак не могу. То, что мне делать-то? Нужно ли мне на это ориентироваться? Наверное, нужно. Если у меня УЗИП защищает какое-то сверхдорогое оборудование, повреждение которого приведёт к тяжёлой аварии для объекта. Вот в этом случае, наверное, надо ориентироваться на тот ток 100 кА, который записывает на рогативных документах. Но если у меня этот УЗИП встаёт в индивидуальном доме или в каком-нибудь офисном здании, и от повреждения этого УЗИПа случится только одно, что этот УЗИП нужно будет вышвырнуть, а другой вместо него поставят, то стоит ли выбирать УЗИП на такой колоссальный ток? Вот это первый вопрос, который у меня возник, и это вопрос, на который нам с вами всё-таки дальше придётся отвечать. Так вот, всё-таки первое, о чём надо разговаривать при выборе УЗИПов, это всё-таки о том, что могут сделать молниотводы. Ну, наверное, после наших многих семинаров всем уже понятно, что молниотвод, притягивая к себе молнию, никак не снижает её тока, никак не снижает её электромагнитного поля, и наводки от молнии, перехваченной молниотводом, и наводка от молнии, который этот молниотвод не перехватил, она примерно одна и та же. Значит, почему же надо предъявлять какие-то требования к молниотводам? Да вот по какой причине. Нужно постараться обеспечить защиту объекта с той надёжностью, которую вам задали. Но используя для этой цели молниотводы как можно меньшей высоты. Потому что, ещё раз повторяю, радиус притяжения молнии – это три высоты молниотвода. И если вы молниотвод снизите по высоте, то в этом случае вы уменьшите радиус стягивания молнии, и, стало быть, вы пропорционально квадрату высоты молниотвода будете уменьшать число тех опасных воздействий, которые у вас будут. А что значит обеспечивать высокую надёжность применением молниотводов как можно меньше высоты? И это значит только одно, мы об этом тоже уже не один раз говорили. Это значит, что надо отказываться от одиночных молниотводов и переходить к молниотводам многократным. Вот то, что очень не любят проектировщики, и наши отечественные, и зарубежные, это использовать многократные молниотводы. Вот посмотрите, вот на этом графике показано, как меняется высота молниотводов, которые защищают резервуар высотой в 20 метров и диаметром в 60 метров с надёжностью в две девятки, то есть вероятность прорыва молнии – одна сотая. Вот посмотрите, одиночный молниотвод будет иметь высоту 110 метров, а четыре молниотвода, поставленные около этого самого резервуара, будут иметь высоту около 30 метров. Это в четыре раза уменьшается высота молниотвода, и в 16 раз в квадрате высоты уменьшается опасность электромагнитных воздействий молниотвода. Значит, отказаться от многократных молниотводов – это значит очень существенно облегчить электромагнитную обстановку и таким образом избавиться в значительной степени от тех требований, которые к вам по использованию УЗИП предлагают. Вторая вещь, на которую обязательно стоит обратить внимание – это ликвидация высотных объектов на той территории, которую вы собираетесь защищать. О чём идёт речь? Речь идёт вот о чём. Представьте себе, у вас какая-то зона, которую вы защищаете. Ну, пусть это, например, нефтеперекачивающая станция или газоперекачивающая станция. И вот где-то на территории этой станции стоит антенная вышка для СВЧ-связи высотой где-нибудь метров сто. И вот эта вышка, которую вы никуда деть не можете, её поставили для того, чтобы обеспечивать управление этим самым объектом, она у вас торчит, собирает на себя удары молнии, хорошо собирает. Примерно один удар за грозовой сезон её уж точно попадёт. Убрать её вы не можете. А вот ликвидировать её действие вы можете. Вы можете над этой самой вышкой поставить систему защиты, которая называется DAS, и которую вообще рекламирует фирма Zangs. И с помощью этой системы вы устраните для молнии эту вышку. Молнии перестанут её различать. Они перестанут в неё ударять. И таким образом у вас территория в окрестности этой вышки перестанет получать частые электромагнитные воздействия. Вот когда меня спрашивают, а зачем нужна эта система DAS? Я говорю, она нужна только для того, чтобы устранить действие высотного объекта, в который часто ударяет молния, и от которого в окрестностях этого объекта получаются достаточно частые большие электромагнитные воздействия. Вот это надо, естественно, обязательно иметь в виду. Поехали дальше. ТК-отводы. Что можно сделать благодаря тК-отводам в части электромагнитных воздействий? Да очень просто. Если вы разделите ток молнии по большому числу тК-отводов, около каждого из этих тК-отводов будет ослабленное электромагнитное поле. Вернее, ослабленное магнитное поле. Это значит, что у вас уменьшатся наводки. Вот посмотрите. Если у вас шаг тК-отводов был 20 метров, а потом он снизился, например, на 2 метров, то у вас на полтора порядка величины уменьшатся наводки. И вы мне скажете, да какой же дурак будет ставить тК-отводы шагом в 2 метра? Конечно, никто не будет. Но у вас ведь роль этих тК-отводов выполняет металлическая арматура стен ваших зданий. Ну, например, арматура стеклопакетов, стеклопакетов, если это офисное или промышленное здание. И если вы разбросаете ток молнии по этим стеклопакетам, вы вот таким образом очень сильно ослабите электромагнитное воздействие. И вполне может получиться так, что после этого никакие УЗИПы вам вовсе не потребуются. Наконец, я должен ещё об одном сказать. А вещь очень простой. Это экранирование цепей управления. Вот экранирование цепей управления в виде металлических экранов разного исполнения. Грубо говоря, ну, по крайней мере, на порядок величины, то есть раз в 10, снижают электромагнитные наводки. И прежде чем ставить УЗИП, стоит подумать, а может есть смысл экранировать эту цепь, снизить наводки вот на порядок, например, на величины, и никакого УЗИ поставить не потребуется. Вот о чём идёт речь. Ну, и, наконец, я перешёл к самому главному, с чего, собственно, и начинается тема этого вебинара. Вот очень часто, когда говорят об наводках, говорят, да для того, чтобы снизить наводку, давай улучшать сопротивление заземления. Вот такие разговоры, они идут сплошь и рядом. Я их слышал много-много раз. Вот надеяться на то, что вы ослабите до безопасного уровня наводку за счёт снижения сопротивления заземления, вот на это рассчитывать, ну, на мой взгляд, практически невозможно. Вот, смотрите сами. Сопротивление заземления у какого-то здания, жилого, офисного, производственного, ну, что вы можете сделать? Ну, если у вас будет сопротивление заземления 1 Ом, вы скажете, ну, прекрасно. Прекрасно. Чего может, будет, требует, там, предположим, 4 Ома, у меня 1, замечательно. Но что такое 1 Ом? Если по этому сопротивлению 1 Ом течёт ток в 2,5 кА, а это ток самой слабой молнии. Вообще говоря, кривое распределение ток в молнии, которую рисуют все нормативные документы, она начинается примерно с ток 3 кА. А 3 кА на 1 Ом – это 3 кВ. А электрическая прочность сети 220 В – это примерно 2,5 кВ. То есть вы никакими обстоятельствами не сумеете за счёт снижения сопротивления заземления опустить наводки до безопасного уровня. Вот рассчитывать на это практически вам не придётся никогда. Ну, а потом, что такое сопротивление заземления 1 Ом? Вы ведь измерили это сопротивление заземления при постоянном токе или при напряжении низкой частоты, например, 50 Гц или 100 Гц. На самом деле это сопротивление будет кратковременно, в импульсном режиме, намного сильнее. Два фактора будут действовать на это сопротивление. Первый фактор – это скин-эффект. Волна электромагнитного поля, она не проникает сначала глубоко в Землю. Ток растекает ток по поверхности, и у вас на короткое время, порядка единиц микросекунд, у вас сопротивление будет в несколько раз заведомо ниже, выше, извините, я оговорился, чем то, что вы измерили при постоянном токе. А второе дело – это индуктивность проводников, которые вы заложили в Землю. Индуктивность главным образом горизонтальных шин. Если она большая, то у вас первоначально сопротивление заземления тоже увеличится. Поэтому главным источником опасных воздействий на цепи низкого напряжения всё-таки является растекание тока по заземляющему устройству. И вот с этим приходится иметь дело. И именно в этом заключается главная причина, по которой совсем избежать УЗИП всё-таки не приходится. Снизить их число – да, а вот избавиться совсем от УЗИП – это сильно вряд ли. Вот тот слайд, который я сейчас вам демонстрирую, это слайд из проекта нормативного документа по использованию УЗИПа. Это стандарт предприятия электротехнической отрасли, который разрабатывал наш институт, но который пока ещё не утверждён. Я прошу обратить ваше внимание здесь на две вещи. Первая вещь – это такая. Когда целесообразно использовать УЗИП? Его нужно использовать в том случае, если те перенапряжения, которые действуют на аппаратуру электрической цепи или на саму эту цепь – опасны для этой цепи. Это разумное, понятное требование. Второе. УЗИП стоит применять в том случае, когда вы попробовали снижать перенапряжение всеми традиционными средствами, но эти традиционные средства либо оказались неэффективными, либо оказались экономически нецелесообразными, и вам приходится использовать УЗИП. А вот дальше – вот какой вопрос. Вот я рассчитал перенапряжение. Это перенапряжение превысило электрическую прочность той цепи, которую я защищаю. Применять УЗИП надо. А вот теперь другой вопрос. У меня перенапряжение расчётное меньше электрической прочности цепи. Так УЗИП применять не надо? Но тогда вопрос. А насколько оно должно быть меньше, чтобы у меня была гарантия не использовать УЗИП? Вот здесь должен быть запас. Откуда этот запас? Почему его надо взять? Вот по какой причине его надо взять. Во-первых, я не очень точно считаю. Я не очень точно измерил сопротивление сземления. Я не очень точно измерил саму наводку. Но самое главное – у меня плохие, не очень надёжные сведения о токах молнии. Особенно о больших токах молнии. Потому что та красивая кривая, которая показывает вероятности токов молнии и которая фигурирует в любых наставлениях, в своём хвосте, там, где максимальное значение тока и минимальные вероятности, она очень ненадёжна. Поэтому в том нормативе, который мы предлагаем к использованию, нужно иметь запас примерно на 20% для объектов 3-4 уровня защиты и на 40% почти в полтора раза для объектов 1-й категории. Вот тогда у вас может быть надёжность в том, что вы действительно, действительно можете обходиться без УЗИП. В противном случае его всё-таки надо применять. И вот теперь возникает главный вопрос. За счёт чего вводится ток молнии в заземлитель и создаёт наиболее сильное перенапряжение? Вот на этом слайде перечислены те пути, о которых идёт речь. Первый очень простой – это удар молнии в объект или в его молниеприёмник. Второй путь – это удар в воздушную линию электропередач, который питает этот объект, если это линия воздушная. Третье – это ввод тока по подземным коммуникациям, которые идут в объект. Четвёртый путь – это путь, когда ток молнии, ударивший в молниотвод, через проводимость грунта частично попадает в его подземные коммуникации и дальше попадает в заземлитель объекта. И, наконец, последний путь – это когда молнии ударят в молниотвод, а от молниотвода развиваются искровые каналы по поверхности грунта и дотягиваются до объекта. Вот эти пути и представляют собой тот самый анализ, который надо провести для того, чтобы определить, на какой же ток молнии надо считать молниотвода. Вернее, надо считать УЗИП. Вот эту схему, которая извлечена из стандарта МЭК, мы уже обсуждали. На этой схеме всё просто. Вам говорят, ребята, мы за вас всё сосчитали, столько-то процентов туда, сколько-то процентов туда, а сколько процентов вот сюда. Всё написано, ничего не считайте, берите и делайте. Вот с этой липой люкс соглашаться ни в коем случае нельзя. Почему? Причина очень простая. Молния – это источник тока, и этот источник тока посылает импульсный ток по самым разным путям. В заземлитель объекта, в линию электропередачи направо-налево, в те самые подземные коммуникации, которые к этому объекту идут, ну, например, идёт металлическая труба водопровода, идёт металлические кабели связи. Вот всё это представляет собой две вещи. У каждой такой цепи есть индуктивность, и у каждой такой цепи есть сопротивление с заземления. И для того, чтобы рассчитать действительно ток, нужно посмотреть схему замещения, которая вот здесь внизу на плакате, где есть параллельные ветви. Каждая такая параллельная ветвь отображает одну из коммуникаций. У неё есть собственная индуктивность, которую надо знать, и собственное сопротивление с заземления, которое надо знать. И вот, чтобы поначалу совсем ничего не считать, нужно помнить закон о коммутации. А закон о коммутации говорят вот о чём. Импульсный ток в первый момент времени распределяется обратно пропорционально индуктивностям цепей. И вот написана та самая формула наверху, вот здесь. Вот я её вам сейчас покажу. Вот она, эта формула. В начальный момент времени ток распределяется вот так, обратно пропорционально индуктивностям. А потом ток распределяется в установившемся режиме обратно пропорционально сопротивлением. И вот если вы это сделаете, то у вас не получится ничего похожего на то, что даёт стандарт МЭК. У вас может получаться следующая вещь. Если, например, у вас всего две цепи, а очень часто так бывает, ну, например, молния ударила в линию электропередач, у вас ток молнии пошёл направо к объекту, а налево пошёл к подстанции, тогда у вас получается, что у вас расчётные соотношения получаются очень простыми. Вот так по индуктивностям будет распределяться ток в начальный момент времени, а вот так по сопротивлениям он будет отличаться в установившийся момент времени. И что в результате этого может получиться? А может получиться очень простая штука, что первоначально весь ток пойдёт в объект номер один, где очень маленькая индуктивность, а в установившемся режиме он весь перебросится в объект номер два, где очень маленькое сопротивление. И вот получится тогда, получится тогда вот такая вот оценка. Вот у вас так ток меняется в первом объекте, он почти целиком идёт туда, а потом снижается, а вот так у вас меняется ток во втором объекте. А постоянное время этого изменения, вот оно здесь записано. И вычислять ничего не надо. Вполне достаточно вот такой оценки для того, чтобы понять, куда что распределяется. Если вам этого недостаточно, если вам нужна точная картина распределения тока во времени, конечно, на всё это можно закрыть глаза и рассчитывать компьютерным образом любой типовой программы. Ток в заземлителе одного объекта, в заземлителе другого объекта и получать то, что нужно. Но для прикладных расчётов вполне достаточно того, что я вам показываю. Первый момент. Всё обратно пропорционально индуктивности в установившемся режиме. Всё обратно пропорционально сопротивлением заземления. И это приличная оценка, с которой вполне-вполне можно считаться, и её можно использовать в прикладных расчётах. И я считаю, что у вас ничего малоприятного не получится. Теперь транспортировка ток по подземным коммуникациям. Эта задача не может быть решена иначе, как решением уравнения в частных производных. Но, как правило, решать эту задачу не приходится вот по какой причине. Потому что, когда ток идёт по подземной коммуникации, эта коммуникация контактирует с грунтом, и постепенно ток стекает с этой коммуникацией в грунт. И в результате вот этого вот стекания у вас токи, которые доходят до объекта с увеличением длины коммуникации, очень сильно снижаются. Как правило, эти токи находятся на уровне десятков процентов от полного тока молнии. И нет большого смысла принимать этого внимания. Если это нужно, если это нужно, ничего не поделаешь. Надо решать переходной процесс. Но, как правило, такую задачу решать на деле не приходится. теперь кондуктивная связь. Вот у вас стоял молниотвод. Где-то на расстоянии 5, 10, 20 метров от этого молниотвода идёт подземная коммуникация. Часть тока молнии попадает в эту подземную коммуникацию. И здесь нет другого пути, кроме компьютерного решения тоже. Но снова, как правило, при расстоянии порядка десятка метров между коммуникацией и молниотводом токи, которые попадают в эти коммуникации, находятся на уровне десятков, ну, в крайнем случае, двух десятков процентов. Это существенно меньше, чем удар молнии непосредственно в объект. И по этой причине его тоже можно не принимать во внимание. Ну, а уж если есть острая необходимость, ну, ничего не поделаешь. Если есть острая необходимость, надо решать переходные процессы компьютерным образом, любым доступным вам методом. Сегодня существует куча типовых программ, с помощью которой это можно сделать. Но другого пути другого пути нет. Теперь что же кроме тока нужно знать для того, чтобы выбрать УЗИП? Ну, во-первых, электрическую прочность того объекта и той цепи, которую вы защищаете. На этот счёт есть номинальные категории выдерживаемых напряжений. От первой категории, которая выдерживает всего полтора киловольта, до четвёртой категории, которая в состоянии выдержать шесть киловольт. И вам завод-изготовитель обязан предоставить сведения об электрической прочности того изделия, которое он вам продал, но обязан-то он обязан. Но если он его не предоставил, то у вас не остаётся другого пути, кроме как провести испытание самому. Второе, что нужно для того, чтобы выбрать УЗИП, нужно знать сопровождающий ток, который потечёт по УЗИПу. О чём идёт речь? Речь идёт об УЗИПах первого класса в основном, которые сделаны на основе разрядников, в которых есть дугогасящая камера, и эта дугогасящая камера обладает определённой дугогасительной способностью. Хорошие УЗИПы в состоянии гасить ток даже и в 50 кА, а вот прошивые УЗИПы не в состоянии погасить и 5 кА. Поэтому, прежде чем вы выбираете УЗИП, надо посмотреть, какой у вас ток короткого замыкания в той цепи, которую вы защищаете, потому что сопровождающий ток – это фактически ток короткого замыкания. А потом, а потом уже выбирать УЗИП. Следующий момент – это быстродействие. Вот это очень важный фактор. У вас ограничение перенапряжения любым УЗИПом происходит с определённой скоростью. И вам нужно, чтобы до того, как УЗИП сработал и ограничил перенапряжение, у вас ни в коем случае не сгорела та аппаратура, которую вы защищаете. Ну, и, наконец, нужно выполнить требования климатических условий и, главное, специальных условий – взрывы и пожаробезопасности. По частотной характеристике вот замечательный есть УЗИП. Хотелось бы этот УЗИП поставить, но у этого УЗИПа, например, большая входная ёмкость. И в результате этого высокочастотной цепи вы его не поставите, он вам завалит этой ёмкостью весь сигнал. Вот всё это надо знать для того, чтобы выбрать УЗИП. И вот если вы это знаете, вы можете лезть в каталоге и выбирать то, что вам подходит. Ну, а вот теперь я всё-таки ещё раз возвращаюсь к тому, с чего я начал. Ну, а всё-таки, ну, а вот всё-таки, на какой ток молнии надо выбирать УЗИП? Третий уровень молниезащита. Ток молнии 100 киломампер. Вот я разговариваю с вами об индивидуальном доме. Высотой 10 метров. Ожидаемое число ударов молнии в нём, в средней полосе России, это примерно один удар за 100 лет эксплуатации. Значит, ожидаемое число прорывов, даже паршивой молниезащиты, которая по третьей категории, будет один раз в 100 лет, в 1000 лет. Один раз в 1000 лет, ну, конечно, это нужно принимать во внимание, но теперь давайте посмотрим. Если я ориентируюсь на ток молнии из токи лампер, вероятность превышения такого тока 5%, при одном ударе за 100 лет у меня УЗИП повредится один раз в 1000 лет, в 2000 лет, извините, я оговорился. Слушайте, вот, а что будет, если в моём доме я буду один раз в 2000 лет менять УЗИП, наверное, на это надо махнуть рукой, да? А может быть, можно выбрать ток молнии существенно меньше, ну, сильно меньше, и посмотреть, что получится. Вот давайте я махну рукой на всё и выберу УЗИП с током в 30 кА. То есть, я ориентируюсь сейчас на ток молнии 30 кА. Вероятность такого тока превышает. Она равна 0,5. У меня один удар за 100 лет, значит, один удар один раз за 200 лет мне надо будет заменить УЗИП. Может быть, для индивидуальных строений не стоит покупать дорогие УЗИПы ну, один раз в 200 лет. Если я его не заменю, то мой прапорок будет его заменять. Может быть, на это стоит идти? И вот это первый вопрос, который меня всё время мучит. Понимаете, если у вас есть дорогостоящее производство, на котором стоят тысячи этих УЗИПов или сотни этих УЗИПов, ну, конечно, рассуждать так, как я вот сейчас рассуждаю, нельзя. Но если я говорю о каком-то индивидуальном объекте, на котором стоит один, два, пять УЗИПов, и всё, наверное, нет смысла ориентироваться на такой большой ток и выбирать вот такие дорогостоящие УЗИПы. Смысла в этом большого нет и не стоит это делать. Вот в чём дело. Я хочу ещё обратить ваше внимание вот на какую штуку. вот когда я говорил вам о расчёте тока через земляющее устройство, расчёте тока по линиям электропередач, я рассматривал линию электропередача, все её провода, как один канал. А вот теперь для того, чтобы мне говорить о токе через УЗИП, мне надо учесть уже какое количество проводов в этой самой линии. Но если у меня речь идёт о линии электропередач, а у меня оно может быть трёхфазной, и тогда у меня будет четыре провода три фазы и ноль, или однофазной, тогда у меня будет два провода. И вот тогда тот ток, который я нашёл, мне надо поделить на четыре для того, чтобы определить ток через УЗИП, или на два для того, чтобы определить ток, если у меня цепь однофазная. Так вот смотрите, смысл-то получается такой, вот если я ориентируюсь на линию электропередачи, вернее, ориентируюсь на ток 100 кА, беру однофазную линию электропередачи, у меня через каждый УЗИП будет течь 100 кА на два провода, в каждом проводе потечёт через каждый УЗИП потечёт по 50 кА. И мне действительно надо брать дорогой, качественный и очень хороший УЗИП. Но если я возьму 30 кА и ту же самую однофазную линию, то у меня через каждый УЗИП потечёт уже 15 кА. А 15 кА это дешёвенький УЗИП, это можно даже УЗИП взять на основе оксида цинковой шайбы, на основе варистера, а не вовсе дорогой УЗИП на основе разрядника. И очень много проблем у меня сразу исчезнет. А если я ориентируюсь на трёхфазную линию и 30 кА, то у меня вообще по 7,5 кА будет идти через каждый УЗИП, и тогда у меня больших задач не будет. Понимаете? Вот почему я толкаю вас на такую вещь. Прежде чем выбирать УЗИП на какой-то конкретный итог, подумайте, какую функцию он у вас выполняет. Вот это что будет, если этот УЗИП повредится? Подумайте об этом. Это страшный, важный момент. Ну, а вот теперь, а вот теперь я иду ну, к основной теме, что ли. Пропущу я это. Сейчас, одну секунду. Где у меня? Что нужно делать? Нужно, выбирая УЗИП, всё-таки проценты запаса нужно иметь. проценты запаса по той простой причине, по какой я вот уже говорил. Значит, мы не очень хорошо знаем ток. И поэтому, когда мы решали вопрос, применить УЗИП или не применять, вот я показал, какие проценты запаса, аж до 40% для первой категории нужно взять. Но когда вы выбираете УЗИП, то на его работоспособность тоже нужно взять запас. Но хотя бы вдвое меньше того, которое мы там обозначили. вот это предложение брать запасы 10% для третьего уровня молной защиты и 20% для первого уровня молной защиты, такие запасы нигде не прописаны. Это мое личное мнение, которое я вот вам рекомендую использовать. Но найти оправдание этому делу я конечно не могу. Ну а вот теперь я перехожу к самому главному. Теперь я перехожу к самому главному. Значит вот две перечеркнутые схемы, которые существуют в любых нормативных документах и которые говорят о следующем. Вот первая нормативная схема. УЗИП здесь стоит автомат. Ни в коем автомат нужен для того, чтобы если УЗИП был поврежден, то автомат его бы отключил. Говорится ни в коем случае нельзя использовать автомат. Почему? Потому что что такое автомат? Это реле максимального тока. Что такое реле максимального тока? Это соленоид, через который идёт ток и который создаёт магнитное поле, разрывающие цепь. Почему его нельзя ставить? Да по очень простой причине. Потому что на индуктивности вот этой катушки этого автомата будет возникать падение напряжения, равное производной тока, умноженное на индуктивность. это колоссальная величина, которая сведёт на нет всё действие этого автомата. И по этой причине ни в коем случае ставить автомат нельзя, потому что перенапряжение на нём сожгут всё, что угодно. тогда говорят вот такую схему поставить автомат вот сюда. Вот. Тоже нельзя. Говорят все нормативные документы. Почему? Потому что если у вас повредится вот этот УЗИП, автомат отключит повреждённую цепь и прервёт питание на том объекте, который вы защищаете. этот объект не будет работать. А если этот объект важный, то перерыв на нём питания недопустим, и поэтому естественно это делать нельзя. А что можно? А что можно, говорят нормативные документы, вот что можно. Поставить последовательно с УЗИПом плавки и вставки в предохранители. Эти предохранители обладают мизерной и совершенно индуктивности. На них нет никакого падения напряжения и у вас это индуктивное срабатывание этого предохранителя приведёт к тому, что у вас повреждённый УЗИП отключится и всё будет окей. Вот это самый главный момент, на котором я сломал себе голову. А будет ли этот самый окей? Может ничего не будет похожего? Давайте рассуждать. Давайте рассуждать и говорить, как же будет происходить все события, о которых мы сейчас с вами разговариваем. вот УЗИП. Вот представьте себе, что это УЗИП первого класса с долгогасящей камерой. По этому УЗИПу течёт сопровождающий ток, по сути дела, ток короткого замыкания и долгогасительная камера не справляется с этим током. УЗИП разваливается, его долгогасительная камера разваливается, она ток погасить не может, и у вас должен сработать вот эта плавкая вставка для того, чтобы отключить этот самый УЗИП. Давайте теперь посмотрим, о каких же плавких вставках идёт речь. Вот здесь график, который я позаимствовал из учебника фирмы ДЕН Плюс Зона, на котором показаны, какие у вас получаются токи срабатывания плавких вставок. Ну, будем ориентироваться на то, что через УЗИП протекает ток где-нибудь около 10 кА, импульсный ток молнии. Тогда нужно взять 100-амперную плавкую вставку. Видите, вот эта плавкая вставка сгорает при вот таком вот токе. Значит, ток меньше, чем 10 кА, она будет спокойно пропускать, всё в порядке. А теперь эта плавкая вставка работает в аварийном режиме. Через эту плавкую вставку идёт ток короткого замыкания той цепи, которую мы защищаем. И эта плавкая вставка от этого тока должна сгореть. Вот у меня такой вопрос. А за какое время она сгорит? Вот этот вопрос выкинут из всех учебников. А действительно, за какой ток, за какое время она сгорит от аварийного тока короткого замыкания? Вот я нашёл типовые кривые, типовые кривые, которые показывают за какой ток что сгорает. Вот смотрите. Вот это вот у меня номинальный отношение номинального тока к току короткого замыкания. Вот эта кривая, вот эта кривая, видите, вот она, вот эта кривая соответствует предохранителю на 100 ампер. посмотрите, пожалуйста, что получается. Когда у меня ток этого предохранителя увеличится приблизительно до 20-30 киломпер, у меня такой предохранитель сгорит за время 1 миллисекунду. А если у меня ток будет ну где-то в 30 раз, то он сгорит ну за время там 1 десятую секунду. То есть предохранитель-то сгорает очень быстро. А ток короткого замыкания в цепи может быть очень большой. И если у меня предохранитель сгорит за время, скажем, в 1 сотую секунды, то это время 1 сотая секунды значительно короче чем полная вспышка тока молнии. Полная вспышка тока молнии содержит несколько импульсов тока. Как правило, количество этих импульсов не меньше, чем 5-6 и полная длительность, которую занимает вся совокупность вспышек, близка к 1 десятой секунде. Что это значит? А это значит вот какую вещь. Это значит, что у вас вот в этой схеме после того, как сгорит плавкая вставка и отключат УЗИП, у вас всё оборудование, которое этот УЗИП защищает, окажется незащищённым от тех последующих компонентов, которые здесь ещё будут. Вот какая штука. И этот вопрос о том, как надо корректировать между собой работу плавкой вставки и ток короткого замыкания, через который через неё течёт, этот вопрос вообще выкинут из рассмотрения. Его на правду чихнул. Его просто не существует этого вопроса. Им не занимаются. И значит, вот эта вот цепь, которую во всех нормативных документах вот такую схему считают надёжной и пригодной, на самом деле при многокомпонентных молниях может не работать по той простой причине, что для того, чтобы заставить её работать правильно, вам надо что сделать? Вам надо знать ток короткого замыкания этой цепи. Вам надо знать какое характеристику реальную времени в зависимости от тока срабатывания имеют вот эти предохранители. И наконец, вам надо посмотреть, как будет сгорать предохранитель, когда он первоначально нагреется до тока молнии, а потом будет доразгреваться током короткого замыкания. Вот этих материалов нигде нет. и этих материалов не существует. По сути дела, то, что предлагают фирмы, они предлагают следующее. Фирма предлагает вам вот какую вещь. Ребят, рассчитайте ток, который пройдёт через УЗИП и выберите с некоторым запасом тот предохранитель, который этот ток пропускает. Вот выберите по такой кривой, по такому графику, как вы получили. Вот здесь написано. Ну, например, вот предохранитель на 63 ампера, он нагреется при токе 5 кАмпера, сгорит. А предохранитель на 100 ампера нагреется при токе 10 кАмпера, сгорит. Вот по своему току через УЗИП, который вы рассчитаете, выберите плавку и вставку и ставьте её. А дальше как Бог пошлёт. Вот что по сути дела сегодня предлагается. И ничего другого, если только вы сами не испытаете предохранитель и не определите, как он работает, и за какое время, в вашем распоряжении быть не может ничего. И обманывать себя по этой причине не надо. И что же тогда делать? А вот что делать? И вот тогда я начинаю думать вот о чём. Вот если у меня сверхсложный объект, сверхдорогой, то надо идти на то, что предлагает фирма, выбирать вот предохранитель такой, который вот рекомендован по толку и дальше рассчитывать на Господа Бога. Но если у меня объект, где потеря энергосомжение не так уж страшно, и где это происходит очень нечасто, то я могу позволить себе сделать схему, которая находится на этом плакате. Я выкинул предохранителя. У меня его нет. Если у меня сгорит УЗИП, то у меня автомат, который стоит на входе этого здания, этой цепи вот этот автомат отключит мой объект, электричество в моем доме погаснет, и мне придется пойти вытащить сгоревший УЗИП, включить вручную автомат и сделать это примерно один раз за 100, 200 или 300 лет. и я думаю, что я никогда не поставлю у себя в доме предохранителя. Мне не так трудно раз в 100 лет, если доживу, заменить сгоревший УЗИП, но по крайней мере этот сгоревший УЗИП защитит меня от молнии со всеми ее компонентами. А вот если я поставлю сюда предохранитель, вот сюда, то этот предохранитель может сгореть раньше, чем прекратится вспышка молнии и у меня моя электронная техника в доме окажется незащищенной и это значительно дороже, чем заменить предохранитель. вот какой крамольной мысли я пришел и вот поэтому вам придется решая эту задачу выбирать из двух зол. Первый зол это вы должны смириться с работой с выключением объекта и перерывом его энергоснабжения и если вы можете пойти на это, то тогда лучше предохранитель вот сюда не ставить. Но если у вас объект особо ответственный и вы не можете на это пойти, ну тогда у вас есть два пути. Либо вы испытываете сами предохранитель испытываете сами УЗИП, определяете время срабатывания этого УЗИПа и если оно вас устраивает, то ставите. Если вы на это не способны, а большинство из вас на это конечно не способны, то приходится выбирать предохранитель так вот по току срабатывания его как показано на том самом плакате, который я уже два раза вам демонстрирую. Другого варианта у вас просто нет. И не нужно пока себя обманывать. Первый вопрос. Какие требования к заземлению УЗИП, например, 30 Ом, это нормально? Я еще раз говорил о том, что изменяя сопротивление заземления нельзя избавиться от применения УЗИПов. Сопротивление заземления выбирается не по работе УЗИПа. Сопротивление заземления выбирается по условиям работы электрической сети и электробезопасности. Эти требования прописаны в ПУИ. И когда вы используете УЗИП, вы сталкиваетесь уже с существующим заземлением и с конкретно существующей величиной. 30 Ом сопротивления заземления заземления для жилого или технического объекта вряд ли может быть допустимо по тем требованиям, которые выдвигает ПУИ для установок с изолированной и заземленной нейтралью, они эти сопротивления существенно меньше. еще раз повторяю, сопротивление заземления выбирают не по условиям работы УЗИП, а по условиям работы электрической сети. Под требованием ПУИ и по требованием электробезопасности. Хорошо, спасибо. Еще вопрос. Как простым способом оценить индуктивность линии? Очень просто. Вот это действительно очень просто. Если не мудрствовать лукаву, вы можете считать, что если у вас воздушная линия, то ее индуктивность примерно микрогенрия на метр длины. Но есть большие справочники расчета индуктивности и вы уточните эту цифру, но уточнить на уровне там десятка процентов. Вы можете по тем справочникам, которые изданы в России, их достаточно много и ими легко можно пользоваться. Но цифра на уровне микрогенрия на метр длины не даст вам большой ошибки. Спасибо. Еще вопрос. Где должны устанавливаться УЗИП соответствующей категории? Есть ли необходимо организовать защиту средств автоматизации на производстве? Достаточно ли дать задание на установку УЗИП первой-второй категории для соответствующей отходящей линии в главный распределительный щит? Думаю, что нет. Значит, что вам придется делать? Во-первых, надо начинать с простого. Надо начинать с того, чтобы определить электрическую прочность той аппаратуры, которую вы защищаете. И если вы ее определите, получив паспортные данные, или испытав ее самостоятельно, вы можете получить, ну, например, что электрической прочности меньше одного киловольта. К примеру, а тогда вам не хватит УЗИП класса 1 и класса 2, а вам придется поставить УЗИП класса 1 и класса 2, а УЗИП класса 3 придется ставить непосредственно перед тем блоком электронной автоматики, которую вы собираетесь защищать. Хорошо, спасибо. Вы в докладе говорили про то, что можно пустить ток-молнии по стеклопакетам, вот уточняют, как защитить людей от воздействия ток-молнии и насколько это безопасно. Буквально в двух словах. Вы знаете, какое дело? Дело в том, что если у вас есть высотное, если у вас есть здание, то вы в здании уравниваете потенциалы и к этой шине уравнивания потенциала будет подключено и стеклопакет. И как правило в таких условиях опасности для людей это воздействие не представляет. спасибо. Эдуард Мейридж уточняет ваше мнение по поводу зачем нужна защита от сверхтока УЗИП. Разрядчик если согласован с током, то он сам справится с проблемой. Варистер имеет тепловую защиту встроенную. Что вы по этому поводу думаете? Вот я вам об этом и говорю. Вот берем УЗИП внутрь которого вставан разрядник. Плавкая вставка извините я оговорился. Эту плавкую вставку выбирали на определенный ток молнии. Плавкая вставка должна пропускать ток молнии на который рассчитан УЗИП и при этом не перегреться и не сгореть. Но когда вы берете вот этот самый УЗИП встроенной плавкой вставкой и вставляете его в свою цепь в вашей цепи ток короткого замыкания через эту плавкую вставку может быть очень большим и в результате этого эта плавкая вставка может выгореть от этого тока и например отключить УЗИП исправный совершенно и это вполне бывает это первый вариант а второй вариант он может быть вот какой у вас вы выбрали УЗИП с таким сопровождающим током что ток короткого замыкания в вашей цепи больше этого сопровождающего топока и у вас дугогасящая камера УЗИП развалится и УЗИП нужно будет отключать вопрос как вы будете это делать вот рассчитывать все эти не связанные между собой условия невозможно вот по какой причине ток молнии определяется молнией а сопровождающий ток определяется трансформатором той цепи который у вас питает электрическую цепь два этих параметра между собой никак не связаны вот именно в этом суть дела и поэтому использовать УЗИП в которых встроены предохранители ну наверное можно но я бы этого ни в коем случае не делал спасибо вопрос следующий что вы Эдуард Мерыч что вы думаете о сплошном экранировании помещений частного жилья сеткой или сплошным металлом если мне нужно частное жилье защитить от электромагнитных наводок ну сетка поможет в этом деле очень мало потому что экранирующий эффект сетки очень небольшой на этом сломались авиационщики в авиации сейчас бзык заменить металл фюзеляжа и крыльев композитными материалами внутрь этих композитных материалов вставляют сетку в расчете на то что экранирующий эффект сетки защитит от проникновения электромагнитного поля во внутренний объем самолета пока из этого ни у кого ничего путного не получилось и я бы конечно не рекомендовал ни в коем случае использовать эту сетку это бессмысленная и дорогая вещь зашить свой дом металлом ну экранирующий эффект конечно будет хороший но вряд ли он что-нибудь стоит вот по какой причине в вашем доме нужно иметь окна и желательно этих окон иметь достаточно много и если вы будете иметь окна то у вас диффузия магнитного поля через окна сведет на нет все экранирование вашего дома металлом поэтому я думаю оставьте металл лучше для какой-нибудь другой цели а дом покрывайте вагонкой или еще чем-нибудь защите проще защитить коммуникации в доме защитить коммуникации значительно проще чем защищать дом и поэтому уж если экранировать экранируйте коммуникации спасибо и последний вопрос так как мы ограничены во времени и после него уже будем завершать даже уточнение по поводу вашего мнения вот следующий комментарий вот увы не всегда сгоревший УЗИП отключит автомат если неполное короткое замыкание например есть ток в несколько ампер через головешки УЗИП то автомат его не распознает особенно вводной считают что по факту сейчас нет такого устройства которое совпадает с такой ситуацией его только разрабатывают но дело то вот дело то вот в чем если у вас УЗИП наверное все таки речь идет об УЗИПе на основе варистра потому что представить себе УЗИП на основе разрядника в котором течет ток в несколько ампер я например не могу я просто представить себе не могу благодаря чему такой ток может течь а вот УЗИП на основе варистра да наверное это можно но дело вот в чем у вас выхода то нету его не отключит автомат но его не отключит и плавка и вставка плавка и вставку то вы поставите на то чтобы она пропускала ток короткого извините ток молнии и эта плавка и вставка от длительного тока там в несколько ампер конечно не сработает потому что если вы ставите плавку и вставку на ток например 63 ампера чтобы он пропустил импульсный ток молнии в 10 км ампер то для такого для такого УЗИП для такой плавкой вставки ток 5 ампер это просто ничего она его не заметит поэтому здесь у вас выхода нет никакого никакого плавка и вставка ничем не лучше и ничем не хуже в этом отношении автомата будет течь ток ну что поделаешь ну в конце концов это будет очень недолго потому что если у вас ток 5 ампер будет течь через ну оксидоцинковую шайбу запрятанную в пластиковый объем то через десяток секунд эта шайба перегреется развалится и на том все закончится поэтому это немножко задуманная задача хорошо спасибо ну вот Эдуард Мирович большое спасибо за выступление коллеги спасибо за участие коллеги большое спасибо за то что вы выслушали этот в общем ну на мой взгляд очень личный вебинар я вовсе не навязываю свое мнение я рассказал вам как я воспринимаю эту проблему я надеюсь что следующий год будет счастливым для всех для вас и для меня тоже и я надеюсь что мы еще не раз с вами встретимся на вебинаре я желаю вам счастья здоровья и больших производственных успехов спасибо вам Эдуард Мирович у нас уже десятки сообщений спасибо огромное спасибо большое за этот вебинар от пользователей всем до свидания спасибо 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 Продолжение следует...